Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 20 главу Евангелия от Иоанна. Эта глава посвящена явлению воскрешего Христа. В первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Евангелист Иоанн рассказывает этот эпизод немножко иначе, чем другие евангелисты. Для него гораздо важнее указание времени – первый день недели. Первый день – это фактически возвращение к книге Бытия. Это день нового творения. На рассвете, точно так же, как в книге Бытия, первые слова. Начало мира – да будет свет. Здесь действие происходит на рассвете очень рано, как будто это самое первое утро мира. И гробница, склеп, в котором положили Христа, оказывается пустым и открытым. Мария Магдалина приходит к месту воспоминаний. Это не просто гроб. Она приходит к тому, чтобы предаться своей печали, пролить слезы, оплакать умершего учителя. И, вероятно, она приходит не одна, потому что, когда она бежит с этой вестью к Симону Петру и к Иоанну, она говорит, мы не знаем, где положили его. Вероятно, она действительно была не одна. И в это утро все спешат. Петр с Иоанном немедленно отправляются в путь. Петр вышел первый, затем другой ученик, и они пошли ко гробу. Говорится о том, что они вместе бегут. Но понятно, что Иоанн моложе, и он любимый ученик, и поэтому его алчущее сердце заставляет его быстрее двигаться, он прибегает к первым. Но, вероятно, авторитет Петра, как старшего, столь велик, что Иоанн его пропускает вперед. Когда любимый ученик, наклонившись, то во гроб увидел лежащие пелены, он не стал входить во гроб. В этом эпизоде обыгрывается глагол «видеть», потому что все что-то видят. И в тексте три разных глагола. Одно видение, которое имеет Мария Магдалина, она видит, что похитили, и нужно найти тело мертвеца. Петр видит пелены и плат совершенно нетронутыми, они лежат на том же месте, где их положили, и тело просто исчезло. Глагол «видеть», который употреблен применительно к Иоанну, указывает на то, что у Иоанна есть особая интуиция, какое-то духовное видение. Он не просто видит, он верит. Он видит какую-то другую реальность, исполнение какого-то древнего пророчества. И после этого ученики возвращаются к себе. Мария Магдалина остается у гроба для того, чтобы предаться своей печали. Ученики уходят, а Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, у другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Ей являются таинственные вестники в белых одеждах, которые задают вопрос, на который она получит ответ, «Что ты плачешь?» Она ищет мертвое тело. И ее траур настолько омрачает, помутняет ее взор, что она не узнает и не может увидеть, пока что свершилось. Каким-то неведомым образом она вдруг оборачивается, и, вероятно, слезы так застилают ее глаза, что она не узнает Христа. Сказав сие ангелам, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. И Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты его положил, и я возьму его». Мария не узнает Христа. Она думает, что это тот, кто мог бы быть похитителем, это главный подозреваемый в этом деле. Когда Христос задает этот, казалось бы, риторический вопрос, «Кого ищешь?», в действительности означает, «Кто для тебя Христос?» «Пока это любимый учитель, который умер, и она ищет мертвеца». И точно так же, как в другом Евангелии, мы здесь почувствуем эту тему, «Почему вы ищете живого среди мертвых?» Если он Сын Божий, то означает, что он Сын Бога Живаго, его нужно искать среди живых. Зачем его искать в царстве мертвых? Но Мария пока не узнает. И достаточно лишь только, чтобы Христос назвал ее по имени Мария. И она, обратившись, узнает его и говорит ему «равни», как будто пелена с глаз упала. И этот глагол «обратившись» означает не только, что она повернула лицо, лицом к лицу, но еще в ее сердце тоже что-то перевернулось. И, вероятно, она бросается к нему с объятиями, потому что не хочет его отпустить, боится его потерять. Поэтому Иисус говорит ей «не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им «восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, и к Богу вашему». Здесь мы видим, в чем состоит новый завет, в чем вести Иисуса Христа является абсолютно новой по отношению ко всему, что проповедовали ветхозаветные пророки и все, что ожидали иудеи. Небесный Отец отныне становится не только Отцом Своего Сына Иисуса Христа. Христос говорит «Отец мой и Отец ваш». Фактически апостолы становятся его братьями, все ученики становятся братьями Христа, и поэтому могут произносить слова молитвы «Отче наш», таким образом, что это становится их сыновней молитвой. Очень таинственная фраза «Я не вошел к Отцу моему». Воскресший Христос как будто еще не вознесся, не совершилось вознесение. Некоторые толкователи говорят о том, что окончательно воскресение Христа произойдет в тот момент, когда все уверуют во Христа, когда все примут весть о воскресении Иисуса Христа. И тогда свершится полное воскресение Христа, не только как Сына Божия, но воскресение всего человечества, потому что Новый Адам, Христос, и есть все человечество. Именно поэтому «Я не вошел еще к Отцу моему, я не прославлен до конца. Но если ты хочешь быть со мной, то ты меня найдешь среди моих братьев. Там, где двое или трое соберутся во имя мое, то я буду среди них. Поэтому я иду к Отцу, если ты хочешь быть со мной, то то же самое шествие ты совершаешь. Соединяйся с моими братьями». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Таким образом, Мария Магдалина становится апостолом апостолов. Что он сказал ей? Что он сказал? «Иди и возвещай», то есть «будь апостолом». «Иди к ученикам моим, к апостолам». Поэтому Мария Магдалина действительно не просто равна апостольная. Именно от нее впервые апостолы получают эту прекрасную радостную весть. Затем происходит явление воскресшего Христа ученикам. «В тот же самый первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!»» Христос приходит и говорит, «Шалом алейхим!» «Мир вам!» Это приветствие воскресшего Христа. Очень часто думают, что Христос проходит сквозь стены. Но можно себе представить, что евангелист видит совершенно другую картину. Воскресший Христос всегда присутствует среди учеников, но он невидим. Но в какие-то моменты он становится видимым, как это происходит с учениками Имауса. Так же и здесь. Страх застилает глаза. Ученики боятся гонений, боятся ареста. И поэтому они закрываются в своем доме из страха. Но страх помутняет разум. Христос приходит для того, чтобы освободить их от страха, исцелить. И эти слова «Мир вам!» обладают этой колоссальной исцеляющей силой. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Христос показывает руки и ноги и ребра как подтверждение того, что это действительно Он. Он показывает не просто свои руки, Он показывает язвы от гвоздей, открытые, не зажившие раны, по которым можно безошибочно узнать Христа. Узнав Его, ученики наполняются радостью. И там, где радость, это всегда совершенно особая, божественная, духовная радость. Иисус повторно говорит им «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Они тоже в этот момент становятся посланниками, то есть апостолами. Слово «апостол» означает «посланниками». И для того, чтобы их миссия имела силу и убедительное влияние, и увенчалась успехом, он дает им свою силу, свой дух, свое дыхание. Говорят, что это Пятидесятница по Иоанну. Она совершается не на Пятидесятый день, а в тот же день, воскресенье, вечером. «Сказав это, Дунул и говорит им, «Приимите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Царство Божие, новое творение, начинается в тот момент, когда грехи, преступления, обиды исчезают, прощаются. Среди учеников в этот момент не оказалось Фомы, одного из двенадцати, называемого «близнец». Некоторые толкователи считают, что Фома обладал портретным сходством со Христом, настолько, что их иногда путали, и поэтому у него было это прозвище «Дидим, близнец». И его не было в этот момент, когда приходил Христос. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа». Но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Фактически, Фома хочет видеть не просто самого Христа, он хочет увидеть эти раны. Почему? Потому что для Иоанна, особенно ребра, потому что в других Евангелиях нет упоминания о ребрах, эти язвы, стигматы, открытые раны – это знак любви. И вот проходит восемь дней. Восемь дней проходит как один день. И число восемь тоже обладает своим особым смыслом, как будто мы входим в вечность, в какую-то полноту. И по истечении восьми дней опять ученики собираются в доме, и на этот раз Фома тоже находится с ними. Приходит Иисус. Когда двери были заперты, встал посреди них и сказал «Мир вам». Потом говорит Фоме «Подай перц свой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие». Опять же, во всех этих словах мы получаем некий ключ к Евангелию. Фактически все это написано для тех, кто не видел Христа, но в ком пробуждается вера, кто прозревает. И блаженны те, кто не видели, но уверовали по слову апостолу. Очень часто Фому считают неверующим. Так в народе повелось. Фома неверный или неверующий. Но Фому невозможно упрекнуть в каком-то недостатке веры. Наоборот, он верный и любящий ученик Христа. Это один из тех, кто хочет остаться с ним до конца. Помните эпизод, когда Христос идет воскресить Лазаря? Все понимают, что это смертельно опасно для всех. Фома говорит, пойдем и мы умрем вместе с ним. Он готов пойти, куда пойдет Христос, и быть с ним до конца. Поэтому сказать, что он неверующий, было бы неправдой. Но именно Фома удостоен этой особой чести для того, чтобы затем миссию, которую ему надвижит исполнить, он ее исполнил до конца с силой Святого Духа и со своей вот этой привилегированной радостью о полученном откровении. Слова, которые произносит Фома, тоже не являются какими-то нейтральными словами. Господь мой. Слово Господь на языке Иоанна это всегда титул воскресшего Христа. Господь-седержитель. Это имя, как священная тетраграмма, непроизносимое имя Бога. И здесь Фома добавляет Господь мой. Слово Бог мой, слово Бог более общее, родовое. Тот Бог, который является Творцом неба и земли. Воскрешен Он, Бог моего сердца. Вот что исповедует в этот момент Фома как старший брат всех тех, кто поверит в Иисуса Христа. И заканчивается эта глава эпилогом. И здесь уже прямо обозначена цель. Для чего написано это Евангелие? Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, других знаков, знамений, о которых не написано в этой книге. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Для того, чтобы правильно понять язык евангелиста, тоже нужно представить себе, что Евангелие написано для тех, кто уже считает себя верующим, но кто хочет продолжать вперед свой путь. То есть это люди уже уверовавшие, но нуждаются в том, чтобы их вера еще более укрепла и еще более расцвела. Для них и написано это Евангелие. И в чем же состоит вера? И дальше мы получаем первое исповедание христианской веры, которое повторяли христиане в момент крещения. Иисус есть Христос. Иисус из Назарета – это Мессия, помазанник, царь. Он Бог, Сын Божий. И всякий, кто соединяется с Ним через веру, в Нем, во имени Его, через Него обретает настоящую жизнь. Жизнь с большой буквы. Жизнь, которая никогда не кончается. На портале Экзогет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Продолжение следует... Согласнен. Как за счет это сделки? Экзогет.ру Ну, entrada Экзогет.ру